Привет, меня зовут Смирнов Виталий и сегодня у нас на обзоре мощная могучая мойка высокого давления Stihl RE-170 и сегодня мы поговорим о ней и посмотрим ее в деле поехали это мойка в цифрах 180 бар максимальное давление 648 литров в час расход воды 30 килограмм веса это мойка RE-170 что еще есть у нее такого классного и интересного пойдем по верхам и то что мы видим здесь есть регулировка давления то есть вы можете отрегулировать давление на мойке это регулировка временная постоянно на минимальном давлении работать не стоит но если вам нужно какой-то объект помыть с минимальным давлением то вы можете убавить помыть и обратно вернуть на максимум эту мойку дальше как и у всех мой Stihl приятные такие бонусы во-первых появился вот такой держатель вилки на обычно наматываешь и она у вас болтается мешается здесь сделали очень удобный фиксатор я это очень сильно оценил ну и также вам всегда придется разматывать шнур электропитания и для этого здесь поворотный рычажок который позволяет моментально размотать этот электрический шнур складная рукоятка для хранения транспортировки телескопическая место для хранения шланга при этом шланг 9 метров и он со стальным армированием а это значит что он очень долговечный потому что не боится мороза не боится перегибов не боится петель когда вы затянули не боится наезда автомобиля например не боится если вы будете где-то его шоркать то есть это такой мощный и очень практичный шланг дальше есть регулировка подачи моющего средства и кстати бачок для моющего средства уже встроен в мойку высокого давления и находится вот сзади вот здесь дальше что меня тоже порадовало это очень интересный такой маленький стильный бардачок для хранения насадок который в комплекте 2 1 плоскоструйная с возможностью регулировки давления на форсунке и другая роторная что интересного про них сказать это латунные форсунки это значит что они тоже очень долговечные это металл не боящийся коррозии и роторная форсунка еще и внутри сделано из керамики это тоже износостойкий очень материал предназначенный для длительного использования этой мойки но и также здесь есть специальная иголочка которая у вас хранится на мойке в бардачке не теряется исполнена в рыжем цвете чтобы ее было хорошо видно даже если вы ее куда-то убрали и она нужна для того чтобы прочистить форсунку когда она у вас начнет под забиваться дальше в комплекте идет фильтр для воды обязательно его нужно использовать тем более он уже идет у вас в комплекте но и в процессе работы естественно за ним нужно следить прочищать и вовремя поменять если вода у вас была грязная и он сильно забился дальше пистолет как и обычно на всех мойках штиль здесь быстросъем подключение к форсунке тоже быстросъем ну и вообще весь процесс сборки мойки доставляют удовольствие везде быстросъемы про пистолет нужно тоже сразу же сказать здесь тоже латунный клапан стоит в пистолете не на всех мойках он латунный бывает и пластиковый естественно что латунный намного долговечнее дальше поворотная рукоятка точнее поворотная струйная трубка позволяющая при работе прямо во время работы поворачивать плоскую струю либо работать так либо так вам не придется поворачивать руками быстрое подключение шланга к пистолету и здесь тоже интересный есть момент пистолет вращается это муфта против закручивания шланга шланг у нас скрученный когда мы его снимем и начнем работать нам нужно будет петли все размотать для удобства и как раз таки мы не будем вертеть пистолетом как это делаю сейчас чтобы показать я просто смогу провернуть рукой вот здесь все эти петли или отходя от мойки они самостоятельно будут выпрямляться но и также как вы заметили все удобно что в разборном виде что в сборном виде пистолет есть куда поставить есть где хранить насадки все зафиксированы и спрятаны не пылятся но и так же быстрое подключение шланга к самой мойки это тоже быстросъем резьбы никакой тут нет раз и все мойка у вас готова к работе тем более если у вас уже все готово подведено электричество подведена вода то подготовка мойки к работе занимает буквально несколько минут что очень сильно облегчает работу с этим агрегатом три этой мойки по сути два больших узла это электрический мотор и помпа высокого давления насос высокого давления так вот мотор здесь и синхронный необслуживаемый бесщеточный и очень мощный 3 и 3 киловатта потребляемая мощность позволяет прокачивать огромное количество воды с большим усилием и соответственно выдавать нам вот эти 180 бар и 648 литров в час но и второй момент который находится в мойке это помпа которая создает давление и здесь тоже есть особенность она полностью латунная корпус помпы латунный соответственно долговечный не боится коррозии стальные поршни при этом с керамическим покрытием керамика очень износостойкая так как препятствует расширению поршней во время работы при нагреве и соответственно уменьшает износ этого конкретного узла кстати еще один интересный момент у компании штиль который мне очень нравится это такие мелочи знаете немецкие в работе первых чтобы мойку сдвинуть с места одно дело когда я на себя и и качу но она тоже видите как-то не особо начинает катиться здесь есть вот такая вот пяточка на мойке которую мы легко подтолкнули и мойку легко катить что вперед что на себя если этого не сделать то она у нас катится каким-то непонятным образом а вперед вообще никак вот такая интересная мелочь специально предусмотрена для этого и конечно же большие колеса мойка габаритная мойка тяжелая и здесь логика очень простая на больших колесах легче преодолевать какие-то препятствия например бордюрчики или лесенки которые встретятся по пути мойки на работу но и также вот эта вот система фиксации собранный пистолет разобранный пистолет и есть дополнительное даже отверстие для какой-либо насадки дополнительный которую вы можете использовать то есть максимально все продумано ну а теперь нужно пробовать этой мойкой поработать и посмотреть что же она делает что друзья у нас все подключено первое что мы должны сделать это естественно пропустить воду для того чтобы вся система была заполнена водой все вода есть электричество есть мойку можно включать но и также заполнили уже емкость с моющим средством в нашу мойку которым будем мыть вот этот сайдинг но и попробуем сначала без шампуня не ту форсунку поставил роторную сейчас как раз таки это было сделано специально для того чтобы показать как легко все это делается раз и два и погнали очень мощно очень мощно я думаю даже на видео видно какая струя уйдет из этой мойки и отдача очень серьезно но надо сказать что такое бы ни было давление вот налет который есть структуре сайдинга его тяжело отмыть поэтому мы сейчас будем пробовать с подачей моющего средства для этого мы включаем подачу моющего средства на мойке и убавляем давление на самой мойки ну и так же убавим давление на форсунки и в таком вот режиме мы будем наносить морящее средство на нашу стену ну пробуем прокачал кстати что за моющее средство и почему я его поливаю на все что попало и в том числе она стекает на землю и почему это можно смотрите в моем видео которое будет ссылка в описании это штилевский шампунь итак мы нанесли все это дело возвращаем все наши настройки уже на высокое давление здесь нам низкое не нужно как и рассказал вот вам пример использования регулировки давления на мойке я ее возвращаю снова на максимальное но я наш дозатор моющего средства тоже выключаю ждем пару минут для того чтобы продолжить работу ну и пару слов конечно налито было там немного грамм 300 400 моющего средства и расход с помощью встроенного бачка идет ну вот сколько 400 грамм за не знаю минуты наверное не было посмотрим на видео сколько по времени все это дело ушло ждем пару минут и смываем и 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 что я могу сказать друзья мойка очень мощная очень комфортная и работать с ней приятно чувствуется мощь для таких объемов работы здесь дом 300 квадратных метров это еще туда обходить очень далеко мойка такая как раз таки подойдет для мытья нескольких автомобилей бассейнов на каком-нибудь предприятии и так далее я бы не стал ее рекомендовать на автомойку для профессионального использования потому что все-таки позиционируется она как полупрофессиональная мойка но результат я думаю вы сами видите и мойка предназначена не только для мытья автомобиля это уж не интересно автомобиль само собой но дальше мы будем быть и беседки и дорожки и дом целиком смотрите следующее видео где я буду использовать не только мойку но еще различные приспособления к этой мойки принадлежности и даже разные шампуни с вами был италий смирнов мойка re 170 одна из самых мощных бытовых моек или полупрофессиональных моек подписывайтесь на канал пишите комментарии но я пошел работать дальше всем пока